На мече или на клинке, а может на любом другом стручке, именно такая участь уготовлена для любого врага Азазеля. Приветствую вас, друзья, с вами Верус, и мы продолжаем играть за нашего воителя хаоса. Идем и давим, давим, кислев потихонечку, не знаю, насколько здесь поверить сейчас в нас. Ну, кстати, верит. Даже не сильно покоцали, но это невеликая крепость, поэтому разрушаем ее. Неоднократные победы над кислевым. Он вступил на землю Хохланда, конечно. Фантастика. Но Хохланд с ними не воюет, поэтому в теории Хохланд может нам войну объявить в легкую. Прям играючи. Не сейчас, безусловно, они не потянут сейчас эту программу, но в целом могут. В целом-то, в любом случае, могут. Эта армия отдыхает. Этот продолжает тут разведку. Расскажет нам все, что происходит. Все, что скрыто от глаз. Так, восточные степи, имперская дорога. Но в восточные степи, давайте качнем рост и восполнение потерь. Остальное пока... Пусть в резерве повисит. Дипломатия. Ну, конверт, как вариант, может. Кстати, а почему бы и нет? Да, Хохланд враг, но... Остальное это... Меньше вероятностью... Для нас будет... Конкурентным. Очень низкое. Все никак, репутация не восстановится. А может, репутация здесь уже и не восстанавливается? С новым патчем. Кто знает, кто знает. Скрытие покажет. Так, ладно, вас... Вас ждать мы не станем. Манфрид объявляет войну. Зачем-то непонятно. Но ему делать нечего. Ему просто стало скучно. Так, исцеление в секунду. Эффект усиливается с каждым вражеским отрядом, которого... Уже, в принципе, дисциплина опущена ниже некуда. В зоне действия. Постоянная способность для отрядов будущих воителей. Ну, будущие воители, в принципе... У нас есть... Повсеместно их используем. Поэтому посмотрим, к чему это приведет. Азазель уходит на наши земли. Его, правда, на ускорение сейчас все равно бессмысленно тащить. Куда-то. Может напасть хотя бы. Уже даже потери восстановил. Там чувствует себя не так уж... И потеряно. Так это мы уничтожили. Проезд адского... Ну, у тебя пять поселений. То есть, в любом случае, это еще не последний. Твой оплот. В городе еще один ход посидим, восстановим потери. И потом уже будем двигаться. Доступное улучшение форпоста. По-прежнему очень низкая репутация. Он даже гномы готовы, кстати, сейчас договориться. Была бы репутация у нас повыше. Гномы-то уже в третьей вахе. И вообще перестают скрывать. Свою тягу к хаосу и... Ко всем вот этим тяжким. Так что неудивительно. Не-у-ди-в-и-ти-ль-но. Пускают вот... Лживые слухи, что они вот... Не подвержены влиянию хаоса. Бла-бла-бла. Пытаются заметить, что гномы хаоса существуют. Что они те же гномы. Просто совершили камин-аут. Может, даже гномы хаоса... Это... Перешли на напитки покрепче. Поэтому вообще пофигу. Ну, узнаем, узнаем. Гномы хаоса в любом случае появятся, безусловно, и... Может, не прям так в ближайшие месяцы. Это через полгодика. Гномы хаоса будут приветствовать уже лично. И расскажут все про своих... Лживых сородичей. Так, скверно слонаша все провинции. Мастер церемонии. Нет, давайте, конечно же, принять участие. Карак-Кадрин уничтожили. Вампиру, судя по всему. Восстанавливая потери. Так, иссушение. Давай сейчас яму теней. Ну, качаем. Дальше... А что здесь дальше-то сделать, на самом деле? Он уже подтянул еще одну маленькую армию. Ну, встанем в засаду возле города тогда. Ставим засаду возле города. Ждем... С их стороны движухи. Здесь он. Очередной бомжа-кочевник. С демо. Собираем души. Ждем финальной битвы. Сейчас даже уже Катай подчинять или что-то еще нет особой необходимости. Но он несколько армий подводит вот сюда. В принципе, с этой стороны пойдет. Было бы интересно посмотреть, если бы они сейчас с Хохландом зарубились. Ну, кислив его, выпотрошил бы, безусловно. Там у Хохландо вообще не армия, а сплошные крестьяне. Ну, вот. Ну, это было бы неплохо для нас. Эскулация конфликта в том регионе. Темная рука хаоса подталкивала бы и одну и другую сторону. И смотрели бы, наблюдали бы. Так, Азазель. Выдвигаться вперед, я думаю, можно уже. Рубим лагерь. Немножечко не восполним потери, но это мелочи. А, и кстати, да. У нас же демонессы там слились. Героев я пока использовать-то и не могу. И в целом-то они нафиг не нужны. А вот посмотреть, кого привлечь. Можно Хранителя Секретов привлечь. Усилить этот стэк. Но почему бы и нет, на самом деле. У нас запас максимальный. Событие может еще раз предложить его. А сейчас. Не такой уж плохой момент. Для истины. Фракталы. Мне не нравится, что сидят. Они даже не нанимают. А если они не нанимают, они значит не пойдут в атаку в ближайшее время. Вот в чем проблема. С одной стороны-то пусть сидят, да, че. Не нанимают, не усиливают. Но раз они не усиливают, то они будут сидеть в городе. Для грабителей это все хлам. Отряд. Потом раз в четыре хода. Ладно, откроем еще что-то и потом добавим. Потенциально интересная штука. По-прежнему очень низкая. Но, учитывая, что ходы сдаются у Азазеля достаточно быстро, почему репутация не пытается даже восстанавливаться, я... не выкупаю. Крысы, вечно эти крысы. Мохнатые, бородатые. Все портят. Ценой своих жизней даже если. Так, Азазель. Качаем твоего героя. Тут-то, в принципе, ничего больше не остается. И идем на Кислев. Здесь заселили... А, нулин, кстати, можно было в теории захватить. Это тоже темная крепость. Эринград не темная, на удивление. Кислев тоже не темная крепость. Представляете, Кислев нельзя захватить за... Ну, как можно захватить, но не будет таким прям значимым поселением. Мидденхайм. Конечно, ключевой город. Из ближайших. Ну, пойдем в Вольфенбург. Шатнем. Наверное, лично придется шатнуть его, потому что потери будут... достаточно большими, если... как-то иначе это делается. Смотрим. Никого не смог спровоцировать. О, воюющая скала, да. Здесь Кислев. Они темные земли даже захватили. И это на фоне того, чтобы Борис-то не начинал здесь. Борис-то. Борис-то. Борис-то, Борис-то. Его еще нужно было освобождать. Я не знаю, его вообще освобождать тут искусственный интеллект, нет? Ну, Катарина захватывает пустоши. Косталтин пока отхватывает. Но это тоже плохо. На самом деле, я бы предпочел, чтобы Катарина была на этом фланге. Хотя бы разочек ее победить. Темный знак на нее повесить. И пусть она с клеймом ходит. Уже хоть в темных землях, хоть где. Там это уже мелочи нас не интересовали. Засада сорвана. Где Кислив, который здесь ходил вокруг да около, неизвестно. Ну, первую победу, да, отдают. Здесь гарнизон большой. Ну, давайте перекупим кого-нибудь. За две тысячи перекупаются стрельцы, удальцы. Либо можно, наверное, даже лучше выкупить пару вот этих, чем один отряд стрельцов. И погнали. Че за планировочка? А ну-ка. Но вот не работает сейчас же. Призванный извне. Обманывает нас. Призвать извне не получится. Три способности. Все, он типа прокачал все остальные. То, что используешь, забудь. Наверное, надо даже поменять. Потому что демонесс в резерве много, если способность ничего не дает. Да лучше даже тех же, кстати, душителей наших. Душевных, душных душителей. Истерзателей душ. До железного и обезьяннего дворов. Но тут город имеет очень неплохую оборону. Не сказать, чтоб есть дыры. Хотя вот, смотрите. Камнелом. Призванный извне. Имеется в наличии. Замечательно. Так. Значит, есть смысл еще продолжаем их использовать. Подобраться негде. Безопасно. Безопасные зоны я не вижу. Так, а ну-ка. Ну, кстати, надо улучшить этих. Они уже могут прокачаться. Попробовать в лесу всю армию спрятать. И надеяться, что он с этой стороны не ждет нас. А ты не спрячешься, да? Принципиально. Ну, да. Вот. Дракоограф можно. Тогда их оставим. Вы не могете прятаться. У вас в конец очереди. Пушка тоже в любом случае. Ее не получится спрятать. Но, значит, действуем так. Идем на этот фланг. Идем на этот фланг. Выставляем здесь демонов. Но самое главное. Мальчики для битья. Это их косарики. Выставляем Азазеля. Будущие воители. Здесь лесочек хоть какой-нибудь. Чтобы можно было быстро туда домчаться. А ты на летающем, да? У нас. А, ты на своем светилище еще. Которое невозможно спрятать. Которое не утаить. Ну и погнали. Хорошо. Игра в нас здесь уже верит. Значительно. Не дает тех печальных прогнозов. Ижиерском. Потому! Эви! Мога! Ели! Бое! Мога! Так, работаем, стреляем. Сейчас они-то засуетятся, если мы бросим на этом фланге, но я предлагаю дождаться пролома и отправить сюда Квель. Хотя можно целиком и полностью армию бросить. Ничего страшного не случится. Сейчас здесь можно спокойненько перебрасывать всю нашу королевскую гвардию, всю нашу королевскую рать. Этих даже можно призвать. Продолжение следует... Продолжение следует... Да! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... стена проломлено кавалерия прям сразу залетает стоять стрелять в кого хочешь того стреляй я тебя не сковываю в этом плане дракоогры заходим дальше тролли тоже следом прям залетаем такс а ну-ка мне вот здесь надо сейчас вот такую штуку призвать бегут кстати ну и не сказать чтобы очень это все мощно выглядело в итоге надо зарядить способность прикрываем так ладно врываемся да ну и оперный кардобалет что вы там думаете так долго а ну-ка давай залазь на город а ты здесь ты ломай полководца работаем работаем и сейчас тут еще уихрь как зайдет и никто не выйдет захватывай финальную точку все здесь считай сопротивление сломлена целиком и полностью почему я не могу нормально косариков поставить на стене я не пойму что за замечательный бак или фича все драка угры уходим вы там на беда курили нормально тут настолько на беда курили что уже кисли по факту сдулся а обещали первую победу завершить заходим и выносим просто в одну калитку в одну калитку вперед ногами любого врага а там уже верти на чем и хочешь а зазель так это мы забираем 5000 получили здесь кстати полторы тысячи душонок такими темпами достаточно быстро соберем фракция лолеронский лес уничтожил единственные лесные эльфы в данном мире вообще было бы прикольно если провинции скверна слоныша максимально то хотя бы чуть-чуть мы постановили потери хотя бы немножко восстанавливались эти самые потери кто не говорит что как в своих до владениях учитывая что все таки это фракция может захватывать земли но но могли бы такой финт ушами взять может еще и сделают фитуши узнает кто знает кто знает как же джао мин долго возится с вот этими минорными катайцами а вообще огры так-то хаосу тоже могут служить своеобразные формы и думаю тому же нургу их еще рано или поздно добавят как минимум но подчинить нам их не дают мира соблазнители слоныша и рабы беспорядка это уже наш такой же новичок но армии вроде бы пока не видно просто крепость улучшится на следующий ход по идее никто не дотянется к этому моменту мы можем идти дальше рушить кисля увеличивать влияние но еще мало число поселений 36 просто такую империю но нанимать начинает все-таки это радует значит он сюда продвинется скорее всего если там он нападет и все будет хорошо мы вместе с гарнизоном то сможем перейти в контур наступление если нет то конечно придется опять восстанавливать потери надо скорость исполнения потерь бахнем и все деньги в духа и можно было позже переключиться на а граф там из тоже собирать души на другом фланге если нет мерзкий а вот она и армия со спины крепость тоже будет укреплена наверное поэтому пойдем разрушим город если он продолжит продвигаться к поселению мы вернемся если он захочет с нами посражаться но можем тоже вернуться ему набить мордом одну другому не мешает засада сорвана репутация до сих пор очень низкая сколько уже ходу я кстати не засекал но уже прошу достаточно много времени уже как-то должно было стабилизироваться есть армия ваша пожарский пожарить я уже пожаришь низкие говорят потери будут но я не верю я ему не верю поэтому сейчас будем лично сражаться но чтоб не возвращаться иначе получается слишком много движений поступательных зад вперед то что может быть конечно и по вкусу слонышу его сладу азазелью но нам придется либо захватывать тогда поселение эти бомжовски потом их разрушать и лишний душ не получать либо лично сражаться чтобы это избежать да ну что вы просто отвлекаете смертнички остальные двигаемся через главный вход кавалерии и тролли хотя можно кавалерию все-таки и дракоограф на этот фланг но вам в принципе многое не надо азазелью принц азазелью принц азазелью вперед проходим Заходим, заходим, заходим. Не стесняемся. Какое хорошее попадание, просто шикардос. Развернись в ту сторону и начнай стрелять. Идем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не, родной. Вот это вот сейчас ты зря сделал. Это было очень больно. Ну, максимум двоих убил, вон. Хотя бы так. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Вызывает огонь на себя. Доброволец наш. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Я контролю это сейчас. но то есть там небольшой friendly fire был это все я надеюсь не так критично большинство потерь которые здесь нарисованы это потери на их же стороне по факту на свете больше нет любви говорит азазель разрешаем ну и здесь если в теории может снова подтянуть ускорением одну армию здесь без ускорения напасть второй вопрос только будет ли он это делать осмелится ли после прошлого поражения мы можем даже оценить нужно но нужно тут 22 левел вот этого как бы посвятить в наши ряды стоит один раз и слова не шить и все тут это не работает присказка раз и слова не шить в одностороннем порядке и от этого ты уже не отмоешься не избавишься не он не отправил свои силы но там в принципе два стека мы можем сейчас сами спровоцировать нападение на них в принципе два стека потом если что вернемся в темную крепость восстановить потери и наслаждаемся жизнью новая фракция варги можно попробовать те шатнуть добавь ко всему еще и у нее 20 . припрятана это еще дорысла нэша потенциально они уже начнут увеличиваться такая дипломатия хотел зайти еще посмотреть очень низкая просто вечно очень низкая отношения то улучшаются мы сражаемся против кислого но репутация делает нам просто неприятные сюрпризы зазель погнали но хохл он зато поднимается на фоне всего этого жаль никак не распространяем пульты у нас отсутствует к сожалению что и погнали подкрепление будет у него подходить из-за спины это ему конечно удобно как-то мало денег дают на перекупку и выкупку максимум один отряд только купить сможем то стрельцов не потянем наверно даже кавалерию лучше взять сейчас берем и начинаем он будет ждать подкрепление сто процентов будет ждать и ему деваться некуда а мы хотим повесить две метки дополнительных просто на этих бессмертных на бессмертников просто кайфово вешать зазель а мы не проиграем мы города не захватываем чтобы они могли как-то ее снять эту метку крупные города они не возьмут а зазель они тоже не потянут но здесь этот ждет ждет подкрепление передовое развертывание сейчас бы очень пришлось по вкусу бы мне с этой стороны пройти но может быть игра и позволит кстати здесь пройти можно взять парочку троллей отправить но сильно больших надежд не возлагать все остальное вот эту братью более-менее скоростную отправить с левого фланга только пушку нужно подводить с идеалами на вот так что и кавалерию она эту кавалерию можно сказать хотя это кавалерия может сейчас проверить не 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 здесь здесь не получится в этот раз кислевиты похоже плюнули на своих товарищей помните катайцы когда мы подкрепление били с другой стороны они бросили и ждали вторую армию кислев ну дождался хотя бы армию сразу же бросился помогать а здесь даже кислев плюнул на своих собратьев которых вывел чуть неправильно кавалерию ведет вон вроде бы на помощь но этого будет мало все подходит подкрепление уже он начинает перестраиваться пехоту суда давайте наверно как-то так станешь вас ведем с фланга тебя чуть по времени ой 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 неправильно так сделал тут только пушка должна не обжал сам пехоте их saints are craving guided by the prince dealing agony tremble mortals overwhelming sensation Продолжение следует... Я не против. Согласен. Разрешите для Зейзера. никто не говорил что здесь мы сейчас выиграем легко хотя блин вот здесь надо было бы закинуть эту штуку так тебя бьют ты прорывайся тролли тоже идите вперед на полководца забейте нашего демона расстреливают жестко фланг то тут смели сразу всех суда вот там фланга мое экстатик литанс Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Добить Добавил DimaTorzok 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 повесили на двух бессмертных давай побольше мне опытных бессмертных присылай полководцев свежих ноуток за зель хочет свежего месяца это он уже опробовал кстати даже герою повесил поэтому наверно по-хорошему даже их добивать сейчас не надо сейчас мы добивать не станем чтобы с героя тоже этот весел ярлычок мудары слоныша 16 кстати дают и все пока плюс 8 для фракции персонажа на следующий ход должно быть как тоже 24 плюс 16 я надеюсь это сработает хочется верить что это сработает ну и репутация для нас не сильно важна но сама милость кто-то лвард третьей части как-то она не хочет восстанавливаться мне сейчас правда все это уже будем смотреть тогда в следующей серии пока кислиф страдает пока кислиф познает истинное наслаждение до следующей серии друзья мои своим был веру всем добра пока